Где и как обучать детей? На мой взгляд, Игорь, все просто. Сначала детский сад, потом школа. Ну не скажи. Многие родители выбирают нестандартные варианты. В плюсах и минусах различных подходов к образованию разбиралась Юлия Кабакова. То, как буквы разные писать, преподают не только в школе. В настоящее время все большую популярность набирает семейное обучение. Выбор формы принадлежит родителям, разумеется, с учетом мнения ребенка. Багаж знаний получать все-таки ему. А будет это происходить в стенах образовательной организации или вне ее, неважно. Главное, чтобы толк был. Родитель вправе выбирать форму обучения. Если он выбирает семейную, он также может выбрать, где будет ребенок. С репетитором дома обучаться. Может быть, родитель, как говорится, подкован так, что может ему преподать что-то. Или в каких-то частных школах. Каждый ребенок, он индивидуален. И там классы маленькие, вот где мы предлагаем обучение семейное. И там 10 человек в классе индивидуально занимаются с каждым ребенком. Как отмечают родители, самое сложное при переходе на семейное обучение – организовать процесс так, чтобы эта серьезная затея не провалилась, а ребенок, в свою очередь, не потерпел фиаско при сдаче промежуточной аттестации. Плюсы данной формы образования тоже налицо. То есть, если ты понимаешь, что математика ребенку нужна в том объеме, которым нужна, ребенок разбирается, понимает таблицу умножения, умеет решать задачи определенного типа, чтобы сдать квалификационную работу, но не более того. А если у ребенка есть интерес к биологии, к искусствам, то ребенок занимается тем, чем ему больше нравится и, соответственно, и не устает, потому что это любимое занятие. Изменить форму обучения родители могут в любое время, хоть в начале года, хоть в середине. Как в первом классе, так и в одиннадцатом. Они приходят к нам, информируют нас о том, что они, с учетом мнения ребенка, выбрали семейную форму обучения, едут в образовательное учреждение, пишут заявление, там разрабатывается график сдачи промежуточной аттестации, и детки у нас спокойно обучаются дома и приходят только на промежуточную аттестацию. На сегодняшний день в Хабаровске 105 детей не сидят за партами общеобразовательных учреждений, а постигают науки дома. Для сравнения, в 2014-м их было 83. В основном это ученики начальных классов. Юлия Кабакова, Илья Цапов для программы «Настоящее время». Продолжение следует... Юлия Кабакова, Илья Цветок. Ученика пирата. Продолжение следует...